Первая загрузка, конечно же, длится достаточно-таки долго. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский и очередной обзор на интересные гаджеты. Как насчет умных часов? Итак, наконец-то на рынок выходят китайские умные часы на Android Wear. Я сразу же взял данные новиночки для того, чтобы показать вам и рассказать то, что я о них думал. Давайте пробежимся сначала по комплектации и по подаче, потом же посмотрим на сами устройства. Подача у обоих устройств на самом деле разная, хотя устройства опять-таки разной ценовой категории и разной степени начиненности различными фичами. Итак, давайте поговорим сначала про MLAZE WATCH, то есть про подачу. Подача здесь идет как у более-менее таких дорогих часов, то есть внешняя коробочка, внешняя защита. И уже сделанная с закосом типа под кожу, под какой-то там кожу молодого дермантина. Вот такая вот коробочка, на которой естественно не написано никаких технических характеристик. Открывая, мы получаем здесь собственно сами часы. И внутри этой подушечки у нас находился всего лишь один элемент. Здесь у нас кабель USB-micro-USB длиной около метра. И зарядное устройство, то есть зарядное устройство у нас здесь тоже MLAZE типа фирменное, с напряжением и силой тока 5 вольт 1 ампер. Единственное, чем мне не понравились данные часы, это полным отсутствием какой-либо инструкции. То есть инструкция в них попросту отсутствует. EZ Blaze. Казалось бы, они выполнены в более такой дешевой коробке, которая непримечательная. Какие-то два чувака у нас там в горах лазят. Но зато у нас здесь сразу бросаются в глаза характеристики. И первое, что мне бросилось в глаза, это поддержка сетей. То есть данные часы идут как самостоятельный смартфон, как самостоятельное устройство. То есть в них можно вставить симку и пользоваться ими как смартфон. Это датчик от компании Samsung. Датчик измерения здесь у нас установлен. Конечно же шагометр и так далее. Здесь же более-менее такая адекватная уже коробка. Здесь у нас посередине были установлены часы. Давайте посмотрим, что внутри мы имеем. Здесь внутри мы имеем побольше всякого. Вытряхнем это добро. Здесь мы имеем, во-первых, отверточку для того, чтобы разобрать наши часы. Во-вторых, мы имеем комплект запасных винтиков на случай, если вы вдруг испортите шляпки или потеряете что-то. Имеем кабель microUSB. И самое главное, мы здесь имеем инструкцию. То есть мы имеем инструкцию, которая в картинках показывает, как подключить часы, как настроить их, какие функции они имеют. И она на нескольких языках. То есть это английский и немецкий. Теперь давайте поговорим про сами часы и дополнительные комплектации опять-таки. С обоими часами идут зарядные док-станции. И у зарядных док-станций есть опять-таки и плюсы, и минусы. Сейчас я вам покажу. То есть здесь у нас находятся часы The Blaze. Давайте пробежимся по внешнему виду быстренько. Спереди нас встречает дисплейчик. Дисплейчик очень хороший, качественный, яркий. И в солнечную погоду его видно. Здесь у нас динамик громкоговоритель находится. Здесь у нас находится камера. Здесь кнопка блокировки, кнопка управления. Экраны, конечно же, в обоих устройствах сенсорные. Но здесь у нас такой гипоаллергенный каучуковый ремешок по типу, как у Xiaomi Mi Band даже выглядит одинаково по оттенку. Сзади мы видим контактную площадку для зарядки и сенсор от Samsung. То есть данные часы у нас разбираются. Внутрь устанавливается сим-карточка. У обоих аппаратов у нас 4 гигабайта своей памяти. И, в общем-то, по поводу плюсов и минусов сразу давайте начнем. То есть у обоих аппаратов стоит Android Wear версии 5.1. Это свежий Android Wear. Док-станции. Здесь мне не понравилась реализация док-станции у The Blazer. То есть для того, чтобы установить их, вы здесь втыкаете micro USB шнурок. И, например, вы хотите положить их, но у вас это просто не выйдет, потому что ремешок здесь не сгибаем. То есть вот этот вот минус меня убил. Допустим, я хочу смотреть время, но для того, чтобы мне смотреть время, мне нужно вот так вот боком их класть, втыкать зарядник. И то, скорее всего, в большинстве случаев у вас просто часы вот так вот перевернутся. То есть мне эта реализация не понравилась. Да и сама док-станция, она какая-то такая лютая, неудобная. И вот просто вот с трудом она снимается, с трудом одевается. Обе версии часов у нас влагозащищенные, пыли, влага, грязи защищенные. То есть их можно смело мочить, но, конечно, плавать в них или принимать душ я бы не рекомендовал. У Млэйсов док-станция здесь уже сделана по-умному. То есть она удобно ставится на стол. Это первое. Во-вторых, она магнитная. То есть здесь у нас вот такая вот реализация идет. То есть мы просто ложим, она у нас примагничивается, и мы можем следить за временем. Можно и здесь приклеить двухсторонний скотч, допустим, к столу, и никаких проблем со соскальзыванием вообще не будет. Здесь зачем эти ножки, я абсолютно не пойму, потому что надобность у них полностью отпадает. Оба они имеют круглые дисплеи, то есть это абсолютно круглые дисплейчики. Оба они построены на Android Wear. Емкостные дисплейчики, очень яркие, на солнце не выцветают. И опять-таки о плюсах и минусах, да. Сейчас я попытаюсь убавить яркость. То есть делается это на обоих часах приблизительно одинаково. Нужно свайпом сверху вниз. Здесь есть, например, иконочка яркость. Нажимая на нее, можно менять уровни яркости. Ну, поставим третий, допустим. Здесь все, в принципе, то же самое. Яркость. Средняя. Я думаю, так будет более чем видно. По поводу возможностей, по поводу, как бы, всего-всего, я рассказать толком не смогу, потому что особо я в них не стал разбираться. Я просто каждый из них поносил пару дней, и мне этого, в принципе, оказалось достаточным для того, чтобы понять, что данная вещь для меня, как бы, как таковая, бесполезна. Потому что я люблю автономные устройства. Я не люблю устройства. Сразу же скажу, их минусы и плюсы. То есть, любые часы на Android Wear живут, как вы там стараетесь и не стараетесь, сутки-полтора от силы. То есть, ну, двое суток, ладно, они проживут, но смысл носить, допустим, погашенный экранчик у себя на руке абсолютно нет. Я могу с таким же успехом посмотреть время на своем Mi Band 2. The Blaze. Всегда отключают экран, как ты ни старайся. Его можно включать по жестам. То есть, у обоих часов можно включить жест, что, типа, посмотреть время, и он будет подсвечиваться. Но они не дают возможности такие, которые дают у нас часы MLAZE. То есть, они всегда активны. То есть, у них всегда активен экран. При разблокировке у вас появляется секундная стрелочка. Вы видите дату, все дела. Как только вы их заблокируете, ну, они автоматически блокируются, вы можете видеть минутную стрелку, часовую и дату. То есть, время они показывают всегда. Здесь же нам нужно обязательно нажать кнопку или воспользоваться жестами. Закос под часы Casio, конечно же, здесь есть. Ну и у обоих часиков можно выбрать циферблаты. Циферблаты выбираются, естественно, удержанием дисплея на обоих устройствах. Количество циферблатов, конечно же, огромное. Ну и плюс у нас каждым часам идет своя программа, в которой уже можно дополнительно докачать и установить какие-нибудь другие, например, часики. Опять-таки, здесь мы при блокировке не видим ничего. Здесь при блокировке у нас просто исчезает секундная стрелка и, тем не менее, время остается видимым. Сами дисплейчики очень качественные, под углами не выцветают, имеют большой запас яркости и каких-либо претензий у меня к ним нет. К MLAZE только одна претензия, то есть уже вышло несколько там обновлений по воздуху, но языки здесь у нас присутствуют только английский и только китайский. На часах Z-Blaze у нас, например, стоит голый Android Wear, фактически не кастомизированный производителем. И здесь у нас есть русский язык, здесь у нас есть все прочие языки. Тем не менее, он не полный, но, конечно же, он есть. Есть, конечно же, беспроводные обновления, то есть шторка вызывается у нас только на главном экране. Вызываем шторку, включим яркость еще меньше, потому что камеры почему-то не распознают. Вот так будет, по-моему, получше. Здесь у нас есть разблокировка по двойному тапу, здесь у нас ее нет. По поводу, ну, вы видите, что стоит Android версии 5.1 на обоих устройствах. Здесь у нас есть интеграция тесная с Google, то есть с Google Now и прочим. Здесь можно сказать «Окей, Google, и часы сработают». Здесь, например, реализация «Окей, Google» вырезана, то есть из этих часов она вырезана, здесь какие-то свои «Океймлейс», которые у меня так ни разу, честно, не заработал. Уведомления по типу SMS. Конечно же, есть контакты, доступ к сообщениям, часы, всякие секундомеры, управление музыкой. В обе этих штуки можно закачать, конечно же, музона, и какой-либо практической ценности я в этом не вижу. Тем не менее, 4 гига памяти в них в обоих присутствуют. Оба можно использовать как диктофоны, как будильники, но я не представляю, как вы, допустим, вот с такими штуками на руке будете спать. То есть я понимаю, еще вот этот вот более-менее он маленький, более-менее он уже и удобный. По поводу ремешков, то есть здесь я вижу, что это стандартные ремешки, то есть вы можете поменять. Здесь даже подписано, что это 20-миллиметровый ремешок. Вы можете его просто прийти в любой часовой магазин и попросить поменять. То есть это сделано под кожу. Конечно, здесь более такой классический стиль. То есть мы заблокировали, и мы видим то, что происходит на экране. Разблокировали и поехали пользоваться дальнейшими функциями. По поводу уведомлений, работы уведомлений. Могу сказать, что с этими часами Zblaze проблем никогда не было. То есть все уведомления приходят из любой программы целиком и полностью. Здесь же у меня какая-то проблема, потому что сами часы издают вибрацию, издают звук, но зачастую я просто уведомления на экранчике у них не вижу абсолютно. То есть я выдвигаю вот эту вот шторку, вижу, допустим, что у меня сейчас есть смс-ки, но они приходят с задержкой. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. То есть звонок у меня в кармане идет уже с минуту, они только начнут фибрировать. Здесь же у нас прямо в реальном времени идет синхронизация. Можно установить различные приложения из маркета, предназначенные для вэра. Но в этих часах, эти часы у нас более самостоятельные, в них есть также у нас Wi-Fi. Wi-Fi это все-таки Android Wear. Это не какая-то галимая китайская оболочка, это вполне себе расширяемый и кастомизируемый Wear, который позволит вам пользоваться ими уже более полноценно. То есть вы можете вызывать шторки уведомлений, и шторок уведомлений сразу смотреть, сколько вы шагов совершили за сегодня. Эти часы совместимы с iOS, эти часы несовместимы с iOS. Пока что об этом даже сказано в коробке и сказано в инструкции типа Not compatible with iOS device. Можно установить рекомендации по, допустим, вам нужно пить таблетки в какое-то определенное время. Вам нужно пить таблетки, как бы эти часы будут у вас вибрировать и говорить. Вам время, допустим, вот схавать таблеточку. Вы такие пошли, съели, окей. Вам время сделать упражнение для глаз. Типа вы засиделись, сделайте больше шагов, попить водичку. То есть здесь можно таких функций настроить целое море. Ну и, конечно же, у нас есть частота сердцебиения. Здесь у нас стоит датчик от Samsung, он более точный. И, по идее, он работает без каких-либо проблем. То есть мы предносим к руке, то есть нажимаем Start, нажимаем Stop, и оно нам выдает результат за определенный промежуток. То есть сейчас у меня подойдет, что сердцебиение 80 ударов в минуту. Ну и по поводу шагомера, конечно же, здесь можно тоже это все настроить. Можно включить запись по времени, сколько вы пройдете за определенное расстояние, за определенное время. В этом плане здесь, конечно же, реализация намного шире. Здесь есть управление Skype, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, да все, что хотите. Погода и, конечно же, окей, Google здесь тоже все прекрасно срабатывает. Единственное, что я не могу это вам полностью показать, потому что, опять-таки, сервисы Google не работают в Китае. Конечно, есть сканер, сердцебиение и все дела, но здесь он не самсунговский, а какой-то такой более дешевый. Тем не менее, он ваше давление и, точнее, ваше сердцебиение тоже может померить. И точно так же мы нажимаем кнопочку померить. Но, в принципе, сканер медицинский, он везде одинаковый. Точно такой же, как на Xiaomi стоит и точно такой же, как стоит на устройствах Samsung. То есть, это устройство меряет достаточно-таки точно ваше сердцебиение, но вы это можете сделать без проблем руками. То есть, он показывает у нас 91 удар. Что ж, типа... Все типа у тебя в норме. Давайте сразу затестим по работе с Mi Band 2. То есть, этот нам говорит, что у меня 91. Тот нам сказал, что у меня 82, да? Ну, то есть, 82. По опции ферблатом я скажу, что вот, например, я хочу установить себе вот этот. Я его устанавливаю, то есть, я вижу эту немашечку. Но, как только я блокирую, у меня выходит здесь вот такой вот приложение. Мне оно на самом деле не очень нравится. И, как бы, ты вот разблокируешь и получаешь снова этот циферблат убогий. Хотя, хотелось бы вот этот вот именно циферблат видеть на окне блокировки. Не знаю, надеюсь, это исправят в следующих прошивках. По поводу часов. Скажу, что если бы у меня была возможность себе взять, какие бы я выбрал. Я бы, скорее всего, выбрал бы эти часы. То есть, вот в такой вот реализации. В таком вот виде. Потому что они классические. Они немножечко легче. Они выглядят более так стильно, мне кажется. Чем вот эти вот огромные котлы спортивные, которые даже не могут лечь нормально на стол. Но, я бы их выбрал при условии того, чтобы мне с этого устройства перенесли вот этот вот голый Android Wear. Не какой-то там кастомизированным лейсом. Чтобы мне его просто отсюда перенесли сюда. Вот эти были бы, по-моему, идеальные часы. Но, это у нас смартфон-часы. Это у нас просто как компаньон к телефону. Оба работают с Android-смартфонами. Прекрасно, без каких-либо проблем я с Meizu, с Xiaomi проверял. В принципе, за такую цену, наконец-то, мы дождались хороших Android Wear китайцев. С неплохой начиночкой. То есть, в обоих у нас стоят процессора MTK. У обоих по полгига оперативы. У обоих круглые экраны. Самое, что хорошее. Самое, что интересно. Это не обрезанные, как некогда у Motorola Moto 360. Это именно полноценные круглые матрицы. Хорошие. Конечно же, огромное спасибо интернет-магазину TomTop за предоставленный обзор. С вами был Александр Мордынский. Обязательно ставим лайки, пишем комментарии. Задаем какие-либо вопросы в комментариях. Если у меня устройства еще будут на руках, я обязательно отвечу на интересующие у вас вопросы. Вступаем в группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм. Всем удачи. Всем пока. Ссылочки будут на покупку в описании. Все-таки я выбрал Млэйз, но с прошивкой от The Blaze. The Blaze как-то, по-моему, слишком пафосно, слишком спортивно выглядит. То есть, вот так у нас выглядит выключение или блокировка, или перезагрузка. Ну и сейчас вот просто ради прикола отформатировал их показать вам, как будет выглядеть первый запуск. То есть, вот это вот максимальная яркость устройств. Ну, как вы видите, напрямую их направим на соутбокс, и как бы экраны видны под 180 градусами. Android Wear сразу виден, сразу палится, не так ли? Вот этими вот яркими, красочными морцаниями, морганиями. И ни одни китайские часы, конечно же, которые копии галимые, не смогут добиться такой плавности, такой красоты. И даже если они будут повторены по железу, то я думаю, с китайской оболочкой они не будут настолько плавны, как это сделал Android Wear. Итак, Fit Wear, то есть здесь у нас якобы переработанная оболочка, называет себя Fit Wear. И как вы видите, при первой загрузке она вам предлагает выбрать лишь английский или китайский. Нажимаем английский, и предлагает выбрать тип вашего устройства, яблоко или Android. Android. И здесь у нас уже, собственно говоря, QR-код, показан заряд батарейки, плюс вы можете просто сконнектиться по Bluetooth и дальше уже дополнительно скачать. То есть Bluetooth здесь изначально активен. И дальше этого окна вы не продвинетесь, пока не сопряжете ваши часы с вашим смартфоном. То есть здесь у нас нашим глазам при первой загрузке предстает обыкновенный, казалось бы, телефонный Android. То есть яркость выкручена на максимум, поэтому смотреть вот так вот вряд ли получится без закрытой. Диафрагма. И еще одно. В этих часах у нас установлена батарейка на 400 мАч. Здесь у нас установлена батареечка побольше, это 480 мАч. Но все равно, как таковое, благоприятное воздействие на энергопотребление оно не оказывает. Ну и, собственно говоря, первый старт на The Blaze. Как вы видите, обильное количество языков у нас здесь присутствует. Можем выбрать русский, китайский, английский и тому подобное. Выберем, конечно, сначала английский, подтвердить. Выбираем рост, вес, сколько вы хотите шагов делать. Ну и, конечно, типа, отсканируйте мобильное приложение. Можно этот шаг пропустить на данном моменте. И тогда у нас пойдет дальнейшая загрузка. То есть дальнейшая загрузка. И мы можем наблюдать, конечно же, циферблат. Конечно же, все настройки нам сразу из коробки доступны. То есть как выглядит у нас камера. Ну вот так вот может снимать, делать фото, видео. Я думаю, здесь с этим, конечно же, опять-таки никаких проблем не будет. Продолжение следует.